В посёлке Сарану появился пожарный автомобиль, а вместе с ними собственная пожарная служба. Бывшую военную авторазливочную станцию отремонтировали и перекрасили в узнаваемый красно-белый цвет. Переоборудование военной техники в пожарную машину и позволило поселению говорить о создании собственной пожарной службы. Теперь в Саранах есть собственная пожарная машина. Всё необходимое для тушения пожаров – оборудование. Есть три дежурных, которые по очереди несут круглосуточную вахту. У нас частые пожары бывают, как бы сказать. Надо было кому-то решать эти вопросы, надо было подавать инициативу. Вот так и решили. Знаменита Лысинская эмали «Сто лет». История, выпускаемая на местном металлургическом заводе посуды – это история всего города. В честь важной даты художники-эмальеры устроили уличный мастер-класс. В этом году Лысинскому эмальпроизводству исполняется «Сто лет». Именно поэтому нынче в дикгороде на площади у администрации развернулась площадка «Эмаль-матушка». Здесь горожане могли не только познакомиться с историей эмалированной посуды родного города, но и побывать в качестве эмальеров. И именно так раньше назывались работники металлургического завода, которые изготавливали эмалированную посуду. Организаторы попытались создать площадку, которая рассказала Лысинцам подробно о работе эмальеров. А изделия настоящих профессионалов с Лысинского металлургического завода горожане смогли оценить на площадке арт-объектов. Среди деревянных скульптур было дерево с эмалированной посудой. В Березняках теперь каждый человек может услышать классику на улице. Местные творческие коллективы решили проигрывать классическую музыку вне стен здания. Новшество такого шага было основано на идее предоставить людям культурно одухотворенный досуг. В этот день с летней эстрады звучало много классических произведений и в исполнении учащихся и преподавателей двух городских музыкальных школ. Наша задача была в том, чтобы мы именно с классической музыкой вышли в парки и в скверы нашего города. Потому что не у всех возможности прийти к нам на концерт в музыкальные школы или, допустим, во дворец. А вот тут, в прекрасной погоде, человек может посидеть, полюбоваться музыкой. В первых рядах воспитанники школы искусств Старкова. Юные художники стараются переложить на бумагу то, что рисует их воображение под воздействием музыки. Когда я начала рисовать, играла музыка такая, ну, живая, как бы русская. Я решила нарисовать такое, как бы более русское, как уральское. Следующий концерт из серии «Времена года» состоится в конце сентября. Живому звуку, возможно, будет вторить фонтан. Так как встреча музыкантов и художников запланирована в Рябиновом сквере.